К окрестностям поселка Красное Залегущинского района члены Центра поисковых отрядов «Самолет» выезжают уже четвертый раз. В марте 43-го года здесь, во время наступления советской армии, погибли бойцы 116-й бригады Тихоокеанского флота. Там, где сейчас лесополоса, раньше находилась деревня Красное Поле, которую уничтожили во время Великой Отечественной войны. Ее оккупировали немцы. В 43-м году именно здесь наступала советская армия, чтобы гнать врага со своей родины. В этом лесу, как говорят местные жители и поисковики, находятся 12 неучтенных захоронений бойцов Красной Армии. Это только пятая яма. В ней поисковые отряды нашли уже 86 бойцов. Все были молодыми. Боец был по всему виду молодой, зубы все целые. Но если бы был бы уже в годах, конечно, зубы не те были бы. В основном ребята молодые, погибли. Этих ребят сняли с кораблей на Тихом океане и направили в поддержку на Орловщину. Сухопутные части. Была произведена атака в ночное время. Бой длился целые сутки. Захватили первую линию обороны. Поддержку были даны 4 танка. Но помощи они фактически не оказали. Потому что был слишком большой покров снега. Они увязли в снегу и не вышли на исходные позиции. Немцы здесь находились в обороне около двух лет. Все позиции были пристрелены со всех сторон. Потерь советской армии было не с честь. Когда пошли наши в атаку, атакующие цепи были накрыты фланговым огнем, минометным и артиллерией. Вместе с останками поисковики находят и солдатскую амуницию. Здесь советские противогазы, котелки, остатки касок, кружки, обувь, трофейная немецкая гармошка. Одна ложка попалась с выбитыми инициалами С и Г. Это призрачная надежда на то, что получится опознать солдата. В такой яме копать нужно очень осторожно. Лучше вообще работать руками. Потому что никогда не знаешь, когда можешь наткнуться на человеческие кости. В октябре 1942 года приказом Сталина медальоны были отменены. Поэтому бойцов практически невозможно опознать. Поисковики нашли две гильзы от патронов, где были записки. Из них только один медальон удалось прочесть. Он принадлежал Ерзикову Андрею Сергеевичу, уроженцу Горьковской области, ныне Нижегородской. Примечательно, что его имя уже давно вписано на плитах в братской могиле села Красное. Причем с ошибкой фамилии. Получается, по спискам боец захоронен, а по факту в братской могиле его нет. Найден он был только сейчас поисковиками. Часто бывает, что находим бойца в яме, а он уже числится захороненным на братской могиле. Кто их выбирает, эти фамилии, туда я не знаю. И это не единственный случай. Таких ненайденных, найденных по захоронениям очень много. Администрация области сейчас начинает активно вести работу по восстановлению судеб погибших, чтобы исправлять подобные ошибки. Сейчас появилось много документов, то есть донесение воинских частей, журналов боевых действий, где все имена есть возможность установить. И поэтому, я думаю, в скором будущем будет возможность установить, сколько человек реально здесь погибло и кто они погибли. Поисковикам предстоит еще очень большая работа. Нужно обойти весь лес, чтобы найти оставшиеся примерно шесть ям. Ям, где еще до сих пор лежат солдаты, которые сражались за нашу родину и числятся пока в списках без вести пропавших. Будем искать, будем работать. Анна Маричева, Андрей Борискин, телеканал Первый областной. Продолжение следует...